Городских волонтеров благодарят всю эту неделю. Кубок конфедерации по футболу FIFA 2017 прошел в Сочи достойно и не без помощи добровольцев. Их было 1130. Это студенты сочинских вузов и колледжей, ученики школ, а все вместе – члены муниципального центра развития волонтерства. Во время турнира они объясняли гостям, как проехать или пройти к интересующему объекту, рассказывали о маршрутах и достопримечательностях курорта в информационных палатках, направляли зрителей к стадиону Фишт, а еще помогали журналистам в пресс-центре для неаккредитованной прессы. На заключительном мероприятии присутствовал глава Сочи, который от всей души поблагодарил сочинскую молодежь за активность и трудолюбие, вручил именную грамоту и возможность бесплатно посетить кинотеатр. Да и вообще волонтерское движение в России зародилось в Сочи, потому что в 2010 году именно в Сочи, впервые в России, был открыт центр подготовки волонтеров, нет ни одного событийного мероприятия, у них у нас год больше 200 проходит, где бы наши волонтеры не принимали участие. И, конечно, их добровольческий труд, он очень сильно помогает. Ну а наши улыбки, улыбки наших волонтеров, они известны далеко за пределами нашего города, нашей страны. Это время определенно потрачено не в кустую, это бесценный опыт, это душевное удовлетворение, и именно поэтому я обязательно буду волонтером на чемпионате мира в 2018 году. Были подведены итоги необычного конкурса среди городских волонтеров Кубка конфедерации на лучший видеоролик. Победила гимназия номер 16. Призом стал ноутбук, на котором ребята планируют монтировать следующий ролик, посвященный работе уже на чемпионате мира по футболу. Набор добровольцев открыт и продлится до 31 декабря. Заявки принимаются в городском центре развития волонтерства в школах и учебных заведениях. Всего на чемпионат мира в Сочи предстоит отобрать и обучить 1580 человек.